И снова имбовый танк Т-67. 65% на победу. Что говорит, что будет интересный. Посмотрим. Уже очень много боев я провел на этом танке. И он мне нравится все больше и больше. Да, это просто имба. С отличным пробитием. Мастер на нем зарабатывает. Очень просто. На этой карте, в принципе, я люблю играть. Я всегда еду на правый фланг на горку. Но в этот раз я попробовал поехать на левый фланг. Есть тут проверить некоторые места. В принципе, большое количество сюда едут танков. Посмотрим, сколько поедут с их стороны. Вот, допустим, можно здесь немножко постоять. Кусты раз-два. То есть, стоять за двумя кустами. И просто ты не будешь в просвете. Не дал опреждения. Я смотрю, к ней тоже большое количество. Едет именно на наш левый фланг. Вот первые жертвы. Стоять здесь не буду. Я вижу, что там очень большое количество. Скопилось. Стоять здесь бессмысленно. Есть тут кому постреливать со стороны. Попробую тоже с этой же толпой что-нибудь сделать. Далеко заходить не надо. Да, сколько тут ПТ-шек собралось. Что с нашей стороны. Что с ихней. Да, вот, пожалуйста, мне. Он движется быстрее, чем у меня. Пушка двигается. Т-34 засветил. Тяжело-тяжело его выхватить. Когда он так являет. Так, у нас тоже уже пошли сливы. Он даже пошел уже врыв. Вот это зря. Зря он пошел. Да, он действительно. Вот, пожалуйста. Да, неплохо. КВ-1 Упрятал себя. Практически всего. Пытается оттуда везти. Даже, я скажу, неплохой огонь. Пушка у меня при полном сведении. Вот, я не попадаю так. Вот, тут уже. Вот, куда-то выцелил. Тут еще Т-34 вовремя отошел. Иначе вы меня или КВ-1, или Т-34 забрал. Вот, сейчас оно будет поаккуратней. Да. Там такой наклон идет, Т-34. Пробить его тяжеловато. Все равно эту позицию надо держать. Ага, тут еще рядышком тоже Т-67. В принципе, постараемся вдвоем. Ну, меня настораживает Т-34 вражеский. А то, что, всем движение пошел вперед. Т-34 отошел. Либо А. Вот забрали. Все-таки, что-то... А, вот... Что, в своего попал, что-ли? Не вовремя. Вот так бы он стоял. Вот так Т-34 мне и мешает. Забрать не могу. Ну, хочется забрать и КВ-1. О, там мы сливаемся неплохо. Уже на 4... Ну, давай, давай, давай. Конечно, светишь ты. Да, ну, так невозможно приедет. А сейчас можно было немножко под башню. А бы я его взял. Как бы забрать это Т-34, я даже не знаю пока. Так как с правой стороны идет прикрытие. А вот он отошел. Сделал ошибочку. Сейчас я посмотрю, какого здесь. О, вот, пожалуйста. Ты сейчас все собственные персоны. Он даже не знает, от которой... Уже немножко легче. Начинаю немножко отрываться. Вот, 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 меня интересует... Кто тут есть еще? А вот, КВ-1. Так, что он думает, что полностью спрятался. Пусть думает. Ладно, пока Черчиллем займемся. Управите. Он не уйдет, не уйдет. Со своей башенью. Уже тоже. Конечно, ты там КВ-1. А, ну, отходишь, молодец. Давай, отходи, отходи, отходи. Это мне и не нужно. Слезь, прабитра. Не успеешь ты, дружок. Слезь, прабитра. Вот, следующий Т-67. Он даже на меня не смотрит. Прабитра. И добили. То есть, помог неплохо. Попадали. Это тоже не понимаю, что за это. Ну, попадали. Ну, дайте хоть минимальный урон. Хорошо. КВ-1 добивает. Идем на Тайп Т-34. Ну что, я пока без единого урона. Дай бог так до конца игры. Вот этот счет мне уже нравится. Начинаю вести. У меня уже 14 пробитий. Так, ну, где-то здесь они должны быть. Тут у меня там 4 фрага. До воина еще далеко. Так. Никого. А есть. Вот, пожалуйста, как засветился. Хорошо. Вот, да. Так, кто здесь? Ну, тоже хороший мог. Ничего же сетчина не пробил. Просто там у него такая броня интересная. Картонный здесь. Может быть, там какой-то лукой получился. Вот он смотрит, но он, конечно, кто. Кто стреляет. Так, ну что, осталось 2 фрага. Чтобы воина заработать, мне нужно их забрать. Ну, только не уходи. Ну что, последний фраг. Так, ну, выходить я на него не буду. Это теперь можно было. Хотя там ПТ-шка. Может, под ним, двумя выстрелами меня и забрать. А вот он. Так, ну что, путаю его. Не выцелил. Так, вот, отойти немножко подальше. О, наша Т-34, С-35 забирает. Так, что делать? Там только врываться. Так, вот пишет Черчилль. Воина Т-67. Я, конечно, отвечаю так точно. Только на себя надеяться. КВ-1 тоже там что-то спешит. А, вот он. Давай, что-то уже, уже руки дрожат. Последний фраг. Неужели я заберу его? Да, я его забираю. И победа! В этом бою я получил знак классности. Мастер. Естественно, вот два значка, которые постоянно даются. По столу. Ну, естественно, воин. Честно говоря, даже не думал, что я смогу получить воина. Ну, повезло. Две тысячи, может быть, триста урона. Значок. Тут еще Т-2 получил. Как раз шла акция. Е-25. Чтобы получить. Как раз я поиграл тогда. Вот, первый день. Когда марафон шел. Вот, набрал. Что-то сначала плохо почитал. Думал, что нужно вот за день набрать там урона. Кучу. И получишь Е-25. Получается, это каждый день надо было столько зарабатывать. То есть, не менее 30 там раз сыграть. Так, каждый день. Вот, и это я получил как раз премиум дни. Вот, и решил... В принципе, играл я вот на Т-67. Набивал неплохо уроны. Вот, более-менее вот такой вот получился бой. И я решил его выставить. Вот, смотрите. Значит, в общем, в принципе, я бы получил бы 41 тысячу серебра, но ушло много именно на боеприпасы. Так как вы видели, что в этом бою хп я не потерял. Ну, разве что там одно, меня там протаранил КВ-1. И все. Это в самом конце боя. А так, в принципе, с премиум 23 тысячи. Ну, принт, мне не серебро, а главное. Главное, опыт. Чаще выигрывать и, естественно, набивать. Так что, если вам нравятся такие реплии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!